Так вот, в любом случае, что происходило? Когда только добивались христианством государственной религии, что происходило? Происходило следующее, уничтожались. Владимир Креститель, так называемый, да? Посмотрите-ка, он хитро провернул. Якобы он, типа, не знал, какую религию выбрать для Киевской Руси. Ну, во-первых, Киевская Русь была провинцией Славонарийской империи. И на этот момент уже до нее границ дошли вот именно все вот эти отпавшие провинции, которые были заражены вирусом паразитизма. И вот Киевская Русь была следующая. И то, внедряют, не так легко я там добилась на Киевской Руси, это внедряет своего человека, князя Владимира, так называемого. И как он хитро проводит операцию, даже в легендах, которые сейчас сохранились, это показано очень точно, но люди почему-то не замечают. Смотрите, все знают, что Святослав якобы отец его, а у Святослава, я согласен с этим, детей не было. Потому что по тем данным, которые якобы сыграли в истории, все его дети, он их должен зачать в 8-летнем, 9-летнем возрасте. Ну, может быть, я не знаю, может в то время были такие гиганты, что в 9 лет уже становились отцами. Может быть, не знаю, но я думаю, что это не в гигантизме дело, а действительно, что они просто использовали, нужно бы извратить историю, но так, чтобы подыграть. А люди не сопоставляют, что если Святослав был отцом, и вот дети родились в такие года, то посчитать, какой же год и сколько ему возраста было в это время. Почему-то никто не делал. Так вот, не в этом даже дело. Что самое интересное, открыто все говорят, что Святослав был ведист по мировоззрению. Так? И что получается? Оказывается, что он приглашает и ставит идолы языческие, то есть ведические, и начинает приносить им жертву, человеческие жертвы приносить им. И вот это, вот его, после этого он слеп, ну и тогда всю историю помните, да? И потом ему дают, он разрывает, и вот принимает, что христианство единственная вера. Но подумайте сами, ведь Киевская Русь была полностью ведической. И никогда, именно настоящие ведисты, кровавых жертв вообще никогда не приносит им боли человеческих. И тут оказывается, что на Киевской Руси вообще никаких немировоззрений, позиций нет, ничего нет. Только только с дерева, при его, как говорится, деде слез из дерева, да? Получается так, и поэтому религии нет, мировоззрения нет. И вот он выбирает. И вот он показал, а для чего это делалось? Приглашались, как говорится, послы западных стран, и им показывают, вот мы приносим жертву к Велесу, к примеру, да? Причем, если, во-первых, подумали, Велес это бог скотоводов. Какого отношения человеческих жертвов к скотоводству имеют? Я, честное слово, не понимаю. Ну ладно, приносили жертву Велесу, и вот все послы западные разъезжали. Зачем это делалось? Как вы думаете? Для того, чтобы послы западные приехали в свои страны и записали в своих донесениях и так далее, осталось в дальнейшем, что вот киевский князь, типа Владимир, поклоняется идолам и режет людей в жертву этим идолам. Кровью окропляет их. Вот еще была цель. Потому что, во-первых, все люди жили в ведизме до этого. И, естественно, им не нужно было ставить новые идолы, потому что поклонение уже было к нашим предкам-богам, благодарность, так сказать, восхождение. Я уже объяснял причину частично, почему это было. И никого не нужно было показывать, никому не нужно. Это просто была игра на публику, на западную публику, чтобы пока что оправдать исторический потом, чтобы было. Это разыгранный сценарий, который, если я не знаю, Владимир понимал сам, тот исполнитель или нет. Но, тем не менее, в результате чего? Было навязано христианство и, так сказать, вырезано было большая часть населения Киевской Руси. И при этом, что мы говорим? Вот, великое достояние и так далее, и так далее. И самое интересное, что до того, как христианство было введено, на западе ту же самую Киевскую Русь называли Гарардикой, то есть страна городов. Было огромное количество городов, люди были грамотные, крестьяне писали на берестяных грамотах друг другу письма из одного селения в другое. А после этого что стало? Нищета, вырезали всех и так далее. И для чего нужно было придумать монголо-татарское иго, чтобы объяснить, почему страна богатейшая резко обнищала. Потому что монголо-татарское иго никогда не было. Ну, это сегодня тоже мы же затронем и так далее. Продолжение следует...